Для 8-9-летних ребят это открытие неведомого мира, в который можно попасть по экологической тропе. Вот этот деревянный настил – это и есть экологическая тропа. Она немножко приподнята над землей, ну, чтобы не воздействовать на природу. А длится она более километра. Это большой путь вглубь леса, который хранит немало историй. Например, о спасении пятнистых оленей – самых красивых обитателей Лосиного острова. А началась эта история еще в позапрошлом веке. И все из-за оленьих рогов. В те времена, 150 лет назад, когда корова стоила 4 рубля, вот эти два рога стоили 300 рублей. И, конечно же, каждый охотник хотел убить этого оленя. Чтобы спасти дальневосточных оленей, часть из них перевезли в Лосиный остров, где охота на них была запрещена. С тех пор пятнистые олени живут в национальном парке. Но ребята их увидят попозже. Мне понравилось, что это очень хорошая экскурсия. Там были кормушки для оленей. А вот настоящее общение с обитателями подмосковных лесов начинается здесь, у вольеров для выкармливания. Лосиха Марго – местная звездочка. Периодически она уходит в лес, но всегда возвращается. По всей видимости, ей понравилось общаться с людьми, даже с такими неугомонными. Считается, что лоси не приручаются и всегда смотрят в лес и уходят навсегда. Но бывают исключения. И тут понимаешь, насколько важны для детей школьного возраста и не только для них вот такие встречи. И все это благодаря работникам заповедного дела. Сегодня у них свой профессиональный праздник. Мы уже давно дружим, более шести лет, наверное. Мы раньше приезжали сюда в виде экскурсии, проводили субботники на этой территории. Я их хочу поздравить с праздником. Это действительно нелегкая работа. Работать с животными – это всегда тяжело, потому что это и ответственность. Они очень относятся к своей работе действительно с любовью. Какое-то уважение, что да, есть у нас люди, тем более в мегаполисе есть национальный парк, где можно в естественной природе посмотреть на животных, олени, лосей, кабанов. Еще раз хотел поздравить с праздником, с работников заповедника. Удачи им в нелегкой работе. Ну а настоящий восторг у эколят вызвали те самые пятнистые олени. Всего в подмосковной части Лосиного острова их более двухсот. Сюда они приходят подкормиться, принести потомство, а потом уходят в лес. Они доверяют людям, и важно ответить им взаимностью. С этими грациозными созданиями себя нужно вести очень правильно и осторожно. Разрыв у людей, которые живут в городе, с природой все-таки есть. Потому что многие, гуляя даже здесь по лесу, по территории Лосиного острова, они не представляют, что это такое. Основная, конечно же, работа – это сохранить природу, сохранить наших лесных обитателей, чтобы люди, которые приезжали, могли это все увидеть в великолепие, красоту, гуляя, отдыхая на территории парка. Основное, конечно же, это любовь к природе. Если человек не любит природу, то, соответственно, он долго не задержится в этой профессии, в этой работе. Это основное правило, а вернее даже убеждение всех работников заповедного дела, которое они, в свою очередь, передают всем нам, посетителям Лосиного острова. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский.